Эй, привет, российские фанаты, это Тони Эль Кукуй Фергюсон, а.к.а. Чёртов Чемпион. Смотрите, сегодня я буду давать вам советы, так что садитесь, записывайте и следите, чтобы карандаш не затупился. Скоро увидимся. Привет, Тони, пишет тебе твоя самая преданная фанатка Ими. Какой бы совет и мотивацию ты бы дал молодому поколению? Чем бы вы ни занимались, найдите кого-то, кто делает это лучше вас. Изучайте, записывайте, будьте в хорошем настроении и слушайте хорошую музыку. Будьте креативными, выберите музыкальный инструмент. Поначалу будет плохо получаться, но продолжайте практиковаться. Это поможет вам в деле, которым вы занимаетесь, вы будете мотивированы. Чем лучше вы будете играть, тем лучше будете делать своё дело. Как привлечь внимание девушки, если уже 7 раз пытался это сделать и всё безуспешно? Перестань так стараться. Подумай сам, когда кто-то так настырно пытается привлечь твоё внимание, ты не хочешь этого, ты хочешь, чтобы от тебя отстали, так что... Не нужно давить, если ты не бьёшься в клетке, как я. Хочешь заинтересовать девушку? Делай то, в чём ты хорош. Не повторяй за другими, не копируй их плюсы. Найди, в чём ты хорош, работай над этим и будь уверенным. Будь собой, поставь себе хорошую речь. Веди себя достойно, будь джентльменом. Если и эта девушка не понравится, то это, наверное, не та девушка, которая тебе нужна, так что удачи. Привет, Тони, я твой фанат, и с июня я борюсь с раком. Хочу победить его так же жёстко, как ты, Петиса, в 18-м. Что бы ты мог посоветовать мне для успешного и позитивного ментального настроя и победы? Что ж, скажу прямо, никто из твоего окружения не проходит через то, через что проходишь ты. Если вдруг такой человек есть, то вы должны объединиться в команду и вести командную работу, делать друг друга лучше. Но ты станешь лучше только если решишь стать лучше. Для этого нужно правильно питаться, хорошо отдыхать, пить воду, заниматься растяжкой, правильно дышать. Найди что-то, что отвлекает тебя от всех этих проблем, от этой боли и что позволяет тебе работать. Потому что делая это, ты станешь сильнее. Делай то, чего раньше ты не делал, что тебе кажется сложным. Пазлы, рисование. Начни играть на инструменте. Я постоянно говорю об этом, потому что я вижу, что музыка влияет на людей. Она может вдохновлять, она может мотивировать. И когда ты слышишь бит, ты невольно начинаешь двигаться, разгонять кровь. Я знаю, что если ты проходишь лечение, химиотерапию или еще что-то, очень важно правильно питаться. Потому что тогда ты будешь хорошо себя чувствовать. А что касается остальных людей, не делай то, что делают они, они не в твоем положении. Делай то, в чем ты хорош, наслаждайся процессом. Прими то, через что ты проходишь. Это неприятно говорить. Но когда ты принимаешь это, тебе становится легче, и ты быстрее побеждаешь это. Тони, какой был самый крутой и полезный совет, который ты получал в жизни? Поделись им с другими и расскажи, кто тебе его дал. Что ж, у всех бывают взлеты и падения, и когда тебе тяжело, хочется упасть. Когда вы видите, как кто-то упал, поднимите его и напомните, что воздух сверху. На земле не надышишься. Не нужно, конечно, задирать голову и нос, будто бы ты лучше всех остальных. Но ты не можешь нормально дышать, если ты не стоишь, если ты не можешь постоять за себя. Так что, поймите, воздух сверху. Я услышал это, когда как-то боролся, готовился к чемпионату штата. И были ребята постарше, которые уже выпустились, и они приехали, чтобы помочь мне. Я был так измотан, настолько измотан. Не то, чтобы я был не уверен в себе, я просто очень устал. Я встал на колено, тут один ко мне подходит, тянет за футболку и такой, «Эй, парень, воздух сверху». Окей. И я поднялся. И когда ты сталкиваешься с трудностями, с проблемами в жизни, найди для себя пример. Найди того, с кого ты можешь взять пример. Если ты сидишь в социальных сетях и ищешь его, там нет, там таких людей нет. Найди достойный пример. Для меня, когда я смотрел телек, это был Рокки. Рокки был охренеть, каким крутым. Сильвестер Сталлоне был одним из самых крутых чуваков из всех фильмов на тот момент. Также был Жан-Клод Ван Дамм из «Кикбоксера». Уэсли Снайпс, Блейд. Тогда было много очень крутых персонажей. Даже если у тебя не было живого примера, ты смотрел фильмы и думал, «Да, теперь я понял, вот что значит быть крутым». Найди людей, которые мотивируют тебя. Это мой лучший совет. Найди мотивацию. Найди то, что вдохновляет тебя, можно сказать. И это, опять же, и рисование, и музыка. Занимайся. Если ты веришь, что у тебя получится, то у тебя получится. Люди поначалу будут говорить это отстой. Но это не важно. Если ты веришь в себя, то у тебя получится. Это уверенность. Работай над своей уверенностью. Вот уравнение для тебя. Труд, умноженный на постоянство, это уверенность. Не равно, а это и есть уверенность. Я смотрел бои Эль-Кукуя, когда еще ходил в школу, а сейчас мне 26 лет, я женат, и впереди у меня тернистый путь. Эль-Кукуй, как справиться с этим напряжением? Во-первых, пойми, что никто не проходит через то же, что ты. Это самое сложное, пытаться сравнивать себя со всеми остальными. Когда ты начинаешь делать это, ты перетягиваешь их конфликты на себя. Не будь таким. Я раньше так делал, взваливал проблемы всех на свои плечи. Это раздавит тебя. Твоя ответственность — это только твоя семья. И не забывай уделять время себе. Если у тебя нет времени на себя, ты просто сломаешься. Даже 5 минут, 2 минуты, 1 минута, сраные 30 секунд. Ты должен дать круга. Пробегись, перевари в голове все, что происходит. Сделай пару выпрыгиваний, пару отжиманий. Заставь себя немного поработать, чтобы ты не думал обо всей этой херне постоянно. Удели немного времени себе, разгони свой пульс, услышь свой пульс, напомни себе, что у тебя есть сердце, потому что ты можешь забыть об этом, когда все постоянно давит на тебя. А ответственность, она есть у каждого. По другую сторону трава зеленее, всегда так кажется. Но зачастую это фейк, если ты сам до этого не довел. Так что продолжай трудиться, уделяй время себе и пойми, что твоя ответственность не такая, как у всех остальных. Так что просто сохраняй позитивный настрой и наслаждайся тем, что ты делаешь. Если это тебя не радует, придумай что-нибудь, сделай это игрой для себя. Проводи больше времени с семьей. Вот моя рекомендация. Играй в карты со своей женой или в виселицу, или в слова, да во что угодно. Я люблю играть в угадай кто с женой. Мы играем, начинаем угорать друг над другом. И когда ты делаешь это, играешь с женой, с девушкой, со второй половинкой, с детьми, ты строишь команду. Иногда ты принимаешь на себя роль капитана, будто ты изо всех в ответе. Но это не всегда так. И даже если это так, у тебя есть поддержка целой команды. Так что разделяй, делегируй ответственность другим людям. Потому что тогда вы увидите, что семья — это работа всей команды. И только так можно быть счастливыми. Тони, привет, брат. Ты один из моих кумиров в UFC. Ты меня вдохновляешь. Мне 16 лет. Я занимаюсь ММА всего один год. Дай мне совет, на что мне тратить свое время. Мы все еще верим в Алькукуя. Удачи, брат. Я рекомендую ходить в школу, хорошо учиться, посвятить себя одному спорту, чтобы тебя взяли в вузовскую команду. Для этого тебе нужно будет усердно трудиться. Я рекомендую тебе поступить в университет или в колледж после школы, чтобы понять, действительно ли ты хочешь заниматься боями. Так что получи образование, и если ты поймешь, что это не твое, тогда уже иди в зал и паши в этом зале часами, чтобы тебя приходилось выгонять, пока в итоге тебе не дадут ключ и не скажут, теперь ты можешь закрывать зал. Удачи. Когда ты бился с Пэдди, мы сделали активность, где ты читал на русском, и все русскоговорящие фанаты такие, «Оу, Тони наш парень». Да, кое-кто подучил меня русскому. Мне нравится учить разные языки, чтобы материть всех на их родном. Да не, шучу, все крутые. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова